Хей, хей, хей! С вами Нео Муравей, и сегодня мы рассмотрим такой замечательный вид, как тетраморим бикренатом. Эти муравьи подойдут и для новичков, и для профессионалов, которые уже имеют какой-то опыт с муравьями. И давайте поговорим о плюсах. Первый плюс, муравьи очень быстро размножаются, и буквально через 2 месяца окрепнут и смогут нападать на живых тараканов. Как и моя колония, которую вы видели, вот она сейчас на кадрах, очень хорошо себя чувствуют, и им всего лишь 9 месяцев. Если вы видели последние видеоролики, там их очень много. А второй плюс, тетраморим бикренатом не привилегивы к еде, могут есть от вареной курицы до рыбьего корма. Или же лучше всего их кормить кормовой культурой тараканами, или жуком-знахарем, ну или мучником, или другими кормовыми культурами. У каждого кормовые культуры могут быть свои. Третий плюс, муравьи неприхотливы к влаге, и могут развиваться без нее. И к ним подойдут любые типы кормикариев, кроме деревянного. В деревянном очень мало влаги. Также они хорошо сидят в пробирках, можно сделать пробирочную систему и их там держать. А сейчас давайте поговорим о минусах. Главный минус в том, что муравьи прогрызают почти любую ферму и будут искать чем поживиться. Ведь эти муравьи очень маленькие. Их... От этого идет и следующий минус. Муравьи довольно маленькие. Их размер матки 4,5 миллиметра, а рабочие всего 3-4 миллиметра. Это очень маленькие муравьишки. На кадрах видно, насколько они маленькие. И совет небольшой тем, кто будет заводить этих муравьев. Держите их подальше от кормовых культур и других ферм муравьев. Видите, я на стриме даже говорил, сколько биков не корми, они все равно кушать просят. Запомните эту фразу и кормите муравьев почаще. Можно кормить их каждый день небольшими порциями и, возможно, они у вас не забегут. Давайте подведем итоги. Итак, муравьи подойдут и для новичков, и для профессионалов. Ведь они могут простить любые ошибки новичков. Но рекомендовать как первых муравьев я не могу. Вам нужен какой-то опыт с муравьями. Отлично подойдут как первые муравьи. Месор Структор или Месор Дантекулатус. Или если вы хотите экзотических месоров, то отлично подойдут Месор Барбарус. Лучше брать, конечно же, Месор Дантекулатус, ведь они размножаются у нас в России, и с ними не будет проблем. А чем они отличаются от Месор Структор? Тем, что они немножко поагрессивнее и такие немножко красненькие, как Месор Барбарус. А на этом, наверное, всё. Надеюсь, я вам объяснил, почему стоит завести себе Детрамориум Бекоренатум в коллекцию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Нео Муравей. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok